Этот ритуал нужен для того, если вам срочно нужна какая-то сумма денег. Масляная свеча. Что нужно для этого ритуала? Во-первых, для чего этот ритуал, дорогие мои? Если вам нужно срочно оплатить аренду квартиры, или срочно иметь деньги на лечение, на оплату ребенку, или родители заболели, то есть какая-то срочная сумма. На кредит вы меня часто спрашиваете, нет денег на оплату кредита. Пожалуйста, можете использовать этот ритуал. То есть это критично, друзья, запомните, чтобы исполнить ваше денежное желание на какую-то срочную нужду, понимаем, да? Надеюсь, все подробно объяснила. Так, что вам для этого потребуется? Итак, записывайте. Вам потребуется желтая свеча, небольшая, небольшая желтая свеча. Уже предвосхищаю ваши вопросы. А что делать, если нет желтой свечи? Ну, смотрите, вы можете теоретически, если прям совсем там беда, взять белую свечу, белую свечу, и покрасить ее маркером. Это возможно. Так можно сделать. Ну, вот в былые времена, откуда это все пришло, да? Не было никаких таких вот прямо разноцветных свечей. Я думаю, что они так и делали. Может быть, они там шафраном красили, еще как-то парафинные свечи. Но суть в том, что пока вы желтую свечу не нашли, пожалуйста, не делайте это ритуал. То есть, суть в том, что свеча должна быть желтой, либо покрашенной в желтый цвет. Понятно? Да? То есть, это важно. Дальше. Вот специально сегодня вышла, собрала для вас желтые цветочки. Желтые цветочки должны быть. Лепесточки желтых цветов. Можете купить, можете сорвать, если есть. То есть, какие-то желтенькие лепесточки желтеньких цветов. И лавровый лист. Лавровый лист у вас должен быть. Все. Это у вас стоит на тарелочке. Хорошо. Благовоние мы с вами зажгли. Зажгли. Значит, что вы делаете? Также вам нужно еще сливочное масло. И вам нужен коричневый сахар. Коричневый сахар. Свеча называется, так она и называется, масляная свеча. Сначала вы берете и обмазываете свечу сливочным маслом. Он хорошо так мажется. Я специально это масло подготовила, чтобы оно стало мягким. Смотрите внимательно. Вы пока со мной ничего не делаете, вы только смотрите, учитесь, пожалуйста. Потом, когда вы все ингредиенты соберете, все у вас будет с хорошим настроением. Не надо, не надо суетиться, не надо, да, все спокойно собрали, свечу подготовили, лепесточки у вас есть. Будьте педантами. Почему? Я и говорю, что я никогда вам не буду выкладывать ингредиенты все заранее. Зачем? Все в свое время. Вот я вам объясняю, я вам все показываю. После этого вы начинайте с хорошим настроением искать ингредиенты. Итак, видите, что вы делаете? Вы обмазали свечу сливочным маслом. Тоже не экономьте, не маргарин. Сливочное масло. Дальше. Нужно обмакнуть ее теперь в коричневый тростниковый сахар. Ну, не знаю, в тростниковый, в общем, в коричневый сахар. Я специально купила, поскольку у нас не было в магазине именно коричневого сахара в россыпи, я купила его в кубиках и размолола на кофемолке, чтобы все сделать как нужно. Вот у нас получилась вот такая свеча, видите, да, красивая. Пахнет вкусно. Все, вы ее ставите, мои дорогие друзья, в центр. Все, вы все сделали. И перед сном, перед сном ее зажигают на ночь. Вы зажигаете эту свечу. Вы думаете о том, что вам нужно получить. Да, какую сумму денег. Желательно даже какую-то конкретную сумму денег. И после того, как вы зажгли свечу, подумали о своем желании, вы читаете псалом номер 4. Есть интернет. Пожалуйста, откройте, подготовьте, чтобы у вас все было под рукой. Псалом номер 4. Читаете достаточно один раз. Но если вам очень-очень сильно прям вот что-то нужно, три раза прочитайте этот псалом. И важный момент. После этого нельзя разговаривать. Нужно сразу ложиться спать. Значит, свеча догорает у вас до основания. То есть, вы ее оставьте. Она у вас горит. Свеча. Можете поставить ее на какую-то такую огнеупорную подставочку, какой-то металлический подносик. Ради бога, будьте осторожны со свечами. И все. На следующий день вы все это просто выбрасываете. С вами была Наталья Правдина. И если вы хотите улучшить свою жизнь прямо сейчас, сделайте очень важный шаг. Переходите по ссылке в описании под этим видео. Потому что успех следует только за действием.